Молочный, горький, белый, пористый, фигурный, с орехами или фруктовой начинкой. Всеми любимое лакомство обладает целебными свойствами. Помогает справиться с депрессией, улучшает самочувствие и поднимает настроение. В Курском Крывеческом музее открылась выставка для любителей сладкого. Посетителям предлагают вспомнить об индейцах май, европейских кондитерах, традициях производства и многом другом. Моя коллега Ирина Шашкова не смогла пройти мимо и погрузилась в бесконечную историю шоколада. Слово шоколад происходит от ацтекского слова чокулатль или горькая вода. Так назывался первый напиток из бобов какао. На выставке представлено более 300 предметов, связанных с этим продуктом. О чем вы думаете, когда разворачиваете яркую обертку и отламываете кусочек, источающий изысканный аромат? Скорее всего, о лакомстве некогда называвшемся пищи богов. Московский музей истории шоколада и какао предлагает не думать, а сразу же отправиться в прошлое. Узнать новые факты, о происхождении этого продукта и еще больше полюбить. Лаборатория, чтобы наглядно показать производство шоколада, это трудоемкий процесс, требующий точности. Кстати, употреблять пищу ароматные плоды впервые начали именно в Южной Америке. Это было обнаружено благодаря путешествию Колумба и открытию Колумба в Южной Америке. То, что начала цивилизация майя, использование какао плодов, какао-бобов, изготовление напитка горячего шоколада, ведь оно продолжилось. В Европе начался шоколадный бум. В России же только в 1804 году крепостной крестьянин Степан Николаев впервые создал сладкий продукт с использованием какао и абрикосов. Его дело продолжили потомки. Сегодня найти человека, равнодушного к шоколаду, весьма сложно. Шоколад – это непременный атрибут детства и моего, и вашего, и атрибут детства моей дочери. Поэтому интересно посмотреть, какой шоколад был раньше. Мне кажется, раньше, в советское время, как-то более добро подходили к упаковке, допустим, спорт, животные. Действительно, по оберткам шоколада можно прочесть историю. Вот полет первого человека в космос, с празднования 8 марта и даже детский набор «Букваринск». Я узнала для себя, ну, вот, как делают шоколад. Я узнала, какие были обертки у шоколада раньше, давно. Мне бы хотелось, чтобы сейчас тоже выпускали такие обертки. На этом история шоколада не закончена. Она бесконечна. Ведь люди ни за что не откажутся от вкусного и такого полезного лакомства. Ирина Шашкова, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.